Первым перед исполняющим обязанности главы Анапы отчитывается начальник управления капитального строительства. Общий объем полученных из краевого бюджета средств – 86 миллионов. Большая часть на строительство инженерной инфраструктуры к участкам для многодетных семей. В этом году в Джигинке, Суворов-Черкесском, Гастагаевском и Цибанабалке по ряду обстоятельств есть отставание. Юрий Поляков уверен, задача руководителя не просто подать заявку и ждать финансирования. Сдача объекта в эксплуатацию – это тоже результат. Вот это заключается работа. Работа, когда выделили, добился, сделал все. И так сейчас по каждой программе буду всех слушать. А так легко и просто. Зачем вы нужны тогда здесь в администрации? Администрация для того, чтобы людям помогать, понимаете? А не тормозить все это. А потом смотрим там по селектору, освоение ноль, деньги не переходящие. На следующий год губернатор сказал, ни копейки не даст. Еще два важных проекта – строительство газопроводов в Усатовой балке и Уташе. Общий объем средств свыше 10 миллионов рублей. 13-го мы полностью заканчиваем работы, все полностью, 100% подписываем. И 23-го у нас проверка госстройнадзора, получение заключительного акта. По Уташе закончили практически все. Сегодня ведем благоустройство и тоже в конце месяца сдаем госстройнадзору там по Уташе. Развитие сети автомобильных дорог. Из 50 миллионов освоено 32 миллиона. Речь о ремонте семи участков. Специалисты управления ЖКХ заверяют, в течение месяца программа будет закрыта. На сегодняшний день по пяти объектам работы выполнены в полном объеме. То есть они профинансированы на данный 15-й обзор, которые лежат по двум объектам, по Черноморце и Лермонтово. Работу они планируют решить в текущем месте. Читаю справку. Произведен ямочный ремонт на сумму 6 миллионов рублей. Где произведен? Где? На каких улицах? Сколько квадратных метров вы постелили? Мы можем поехать глянуть, где это происходило? Потому что по городу как ездишь, по ямам гоца, если так и ездишь. То есть я хочу знать, где это было? Таким же образом Юрий Поляков заслушает всех распределителей бюджетных средств. Не выполнить краевые программы нельзя, подчеркивает исполняющие обязанности главы Анапы. Муниципалитет не может по вине чиновников лишиться помощи края в решении социально важных задач.